Коллеги, доброе утро. Меня зовут Турен Степанянс. Я работаю в Яндекс.Маркете и руковожу группой, которая работает с ключевыми клиентами Яндекс.Маркета. Мы помогаем им эффективно размещаться, в том числе с помощью аналитики. И сегодня я вам расскажу про то, как размещаться эффективно в CPA на Яндекс.Маркете. Здесь есть куча нюансов, и сегодня вы о них узнаете. В двух словах предыстория. Яндекс.Маркета мы запустили в конце сентября полноценно, и на сегодняшний момент минимальная комиссия 2%. Это необходимый минимум, который нужно знать, и все. Начнем. Чтобы была понятна картина масштаба, я приведу несколько цифр общих. На сегодняшний день CPA на маркете — это более чем 4,5 тысячи магазинов, которые размещают свои товары более чем в 1400 категории и подкатегории. И это, если брать на более низкий уровень 200 тысяч моделей, из которых 25 тысяч моделей мы продаем, точнее наши рекомендатели продают ежемесячно. Традиционно Яндекс.Маркет силен в таких категориях, как электроника, куда входят мобильные телефоны, и бытовая техника. Только на эти две категории приходится более половины всех CPA продаж. Однако с каждым годом все большую и большую роль начинают играть такие категории, как товары для дома, детские товары. И это не случайно, мы их развиваем направленно, потому что видим здесь перспективу. Можно сказать, что в принципе любой товар на маркете вы можете размещать не только по CPC, но и по CPA, буквально за исключением двух категорий — это лекарства и ювелирные изделия, которые в принципе запрещено законом рекламировать дистанционно. Все остальное можно размещать смело. Что нужно рекомендателю, чтобы начать свое размещение на CPA? Здесь в принципе нужно всего два шага от вас. Это указать, добавить тег CPA в тот UML, в котором вы нам передаете свои товары, и просто пройти контрольный заказ, чтобы мы поняли, что вы умеете обрабатывать те заказы реальных пользователей, которые вы в будущем будете получать. То есть, ну действительно, два шага и все. В дальнейшем вы столкнетесь с таким моментом, как принимать эти заказы. И у вас здесь будет на выбор тоже два варианта. Первый вариант — это через личный кабинет. А второй вариант — это через API с помощью различных CMS-систем, которых сегодня достаточно много представлено на рынке. Я подробно здесь расскажу, потому что от этого очень много зависит и в принципе зависит эффективность размещения вашего на CPA. Итак, начнем с плюсов API. Ну, очевидно, это автоматизация части процессов, которые вы можете делать. Например, вы можете в режиме онлайн передавать остатки со своего склада прямо нам, на маркет. Почему это может быть полезно? Ну, представьте обычную картину, когда пользователь кладет в корзину товар, а у вас он закончился. Если вы размещаетесь через API, система тут же даст эту информацию, и пользователю придет уведомление, что он не может купить этот товар, и он пойдет просто дальше выбирать в другом магазине, либо у вас на другой товар. Зато вы не будете получать и обрабатывать тот заказ, который не сможете обработать в принципе. Это очень полезно. Это в качестве примера. Второй момент — это то, что вы можете аккумулировать все заказы в одной системе. Ну, очевидно, что вы уже обрабатываете заказы, которые получаете через сайт. И когда вы будете получать их через Яндекс.Маркет, хорошо бы, чтобы они были у вас в той же системе, и один менеджер или там несколько могут обрабатывать их в одной системе. Это возможно именно через API. И третий плюс — это охватность. Когда вы размещаетесь в Яндекс.Маркете, вы можете доставлять товары по всей России. Для тех магазинов, кто так и делает, это будет очень актуально. Если вы размещаете через API, во всех регионах, куда вы доставляете, а не только в родном, например, в Москве, вы сможете эти товары транслировать именно на заказ. Через личный кабинет такое невозможно. Есть, конечно, и минусы. Но в первую очередь это то, что для внедрения API вам потребуется разработка. Порой это бывает нагрузкой даже для крупных компаний, потому что вам предстоит интегрировать CMS, свой сайт, ну и Яндекс.Маркет, очевидно. Второе — это дополнительные расходы, ну как раз именно на разработку. То есть вы либо сами это делаете, тогда вы тратите деньги на разработчиков, либо покупаете. Ну, это очевидные вещи. Зато если вы планируете принимать много заказов, это окупится многократно. Немного расскажу про личный кабинет. Здесь тоже есть свои плюсы и минусы, и хорошо бы их знать рекламодателям. В первую очередь это то, что вы можете размещаться мгновенно после прохождения контрольного заказа. Вам больше ничего не нужно. Вы прошли контрольный заказ и можете прямо в этот же день принимать заказы. Мы уже все за вас сделали в личном кабинете, все предусмотрено, вы можете их обрабатывать и принимать. Второй плюс вытекает из минусов с предыдущего слайда. Вам ничего не нужно разрабатывать, просто начинаете с теми же силами, теми же сотрудниками и так далее. Ну а минусы, они очевидны, это то, что большое количество заказов через личный кабинет достаточно проблематично будет вам принимать. Скорее всего, вы будете получать какие-то ошибки и так далее. Ну, возможно. И придется сотрудников обучать еще интерфейсу маркета, если они до этого не работали. Это можно отнести тоже к минусам. Кроме того, я решил еще здесь показать ряд других минусов и иные ограничения, о которых я расскажу ниже. Просто часть программ, которые работают по CPA, возможны только с помощью API. Итак, вы уже начали размещаться на CPA, и вы хотите знать, какие преимущества получите. И сейчас я вам об этом расскажу. В первую очередь, преимущества вы получаете на карточке товара, где генерится большая часть продаж. И самое лакомое место здесь является предложение по умолчанию. Я его сейчас немножко укрупил. До 30% продаж генерятся именно вот на этом месте. Как сюда попасть? Для этого нужно соответствовать ряду критериев. Первое — это наличие. Ну, то есть товар у вас должен быть не на заказ, а именно, чтобы вы могли в течение нескольких дней доставить. Второе — это локальность. То есть это, если вы доставляете из другого города, то вы сюда попасть не можете. Вы должны быть локальным игроком. Третье, ну, и одно из самых важных, если честно, — это цена. У вас должна быть либо самая низкая цена, либо, ну, плюс-минус, там, 5%. Также важно, чтобы у вас был высокий рейтинг, не менее 4 звезд. И хорошая исполняемость. Это когда вы исполняете большую часть заказов из тех, что маркет вам, в принципе, дает. Исполняя все эти критерии, вы попадаете сюда и получаете, ну, значительную часть продаж. Это еще не все. Всем известный топ-6. Сюда тоже стремятся попасть многие рекламодатели, так как здесь тоже генерируется значительная часть продаж. Сейчас по Москве, подчеркиваю, что именно по Москве, у нас дается безусловный приоритет именно CPA товарам. Они отмечены кнопкой в корзину. CPC сюда, в принципе, попасть не могут. Также мы разработали такие интенты, пользовательские предпочтения. Так, специальный блок, который располагается чуть ниже, чем топ-6. И здесь пользователь может увидеть самые-самые клевые предложения. Например, магазин со срочной доставкой. Или магазин, который принимает онлайн. Или с самым-самым высоким рейтингом. Как сюда попасть? Все очень просто. Нужно обладать этим фактором. И плюс все те критерии, которые я чуть раньше описал, это наличие, локальность, рейтинг и исполняемость. Вот если вы всем этим обладаете, вы здесь автоматически будете появляться. Это тоже повышает количество продаж через CPA. А также замечу, что когда пользователи, ну, значительная часть все-таки переходит в раздел цены, попадая сюда, он тоже видит безусловное преимущество CPA товаров. И только потом уже на третьей, пятой, десятой странице, смотря сколько офферов будет на этой карточке, он уже увидит CPC-предложения. Таким образом, как мы с вами видим, сегодня в Москве, подчеркиваю, что именно в Москве, в регионах другая картина, CPA-предложения получают безусловный приоритет. Ну вот вы уже размещаетесь, соответственно, у вас стоит задача, как продвигать свои CPA-предложения и быть лучше других рекламодателей, которые также размещаются по CPA. И здесь есть три инструментария, конкретно три. В первую очередь, это, естественно, управлять ставкой, то есть комиссионный заказ. Сейчас очень простая логика. Чем выше у вас комиссионный заказ, тем выше вы располагаетесь. Поподробнее сейчас расскажу. Участие в различных программах по CPA, они тоже дают вам дополнительные продажи. И третье — это коэффициент качества. О первых двух я расскажу вот прямо сейчас, про коэффициент качества в следующей главе. Итак, у рекламодателей есть три варианта, как управлять ставками на маркете. Первое — это через личный кабинет. Его преимущество в том, что у него интерфейс очень интуитивный и простой. А недостаток в том, что функционал достаточно ограничен. Price Labs — это сервис, который Яндекс купил в 2014 году, и он был специально разработан под Яндекс.Маркет. Он обладает очень широким ассортиментом стратегий, различной аналитической частью, а также возможностью интегрироваться с Google Analytics и Метрикой. Ну, там, на самом деле, еще много всего есть. На самом деле, это отдельная тема, и Price Lab может быть вам полезен. Отмечу, что Price Lab абсолютно бесплатен. Сейчас, после того, как мы его приобрели. И третье, естественно, через обмин, когда вы управляете сторонними бидерами, которые вы сами написали, либо купили. Но здесь все уже зависит, конечно, от самого приложения. Итак, вот здесь я показываю, как выглядит сам интерфейс. Напротив каждого предложения вы видите рекомендованные позиции и ставки по ним. Мы показываем вам только три позиции. Первая в топе — это означает первая в топ-6. Вход в топ — это нижняя в топ-6. И первая страница — это страница с ценами. Вот мы показываем только самые основные здесь. Это и есть как раз вот тот ограниченный функционал в Price Lab. И в бидерах вы видите, как правило, все страницы. Зато здесь очень просто, можно быстро управлять ставками. Price Labs. Выглядит немножко страшненько, зато здесь очень-очень много данных, которые вы можете даже сами нам выгружать. Здесь вы можете видеть, в принципе, разброс цен по товарам. Прямо вот здесь. Не нужно проваливаться в карточку. Это очень удобно. Кроме того, вы можете сюда выгружать свою маржинальность и именно опираясь на эти данные управлять более гибко ставками. Ну, согласитесь, это будет более гибко, чем просто через, ну, наугад ставить там ставки, либо везде одинаковые. А опираясь на маржинальность, можно делать это эффективнее. Кроме того, мы показываем вам здесь, сколько в абсолютных значениях вы будете платить Яндексу за комиссию. Ну, то есть не 2%, а прямо видно — 209 рублей. Ну, это тоже дополнительное удобство. Тема управления ставками очень широкая. Как бы у нас сегодня другая тема, поэтому я советую просто ознакомиться с нашими вебинарами. Там подробно про это. А сейчас я вам расскажу про ряд инструментов, которые вам пригодятся, если вы размещаетесь по себе на Яндекс.Маркете. И начну с предоплаты. Как, в принципе, предоплата может вам помочь продавать больше? Ну, давайте посмотрим сначала на статистику. По нашей статистике, предложения, которые с предоплатой, исполняются намного лучше. 97% против 70% — те, которые без предоплаты. И здесь есть логичное объяснение. Просто пользователь, который готов заранее заплатить, он, как правило, делает более осознанный выбор, и, соответственно, шанс, что он отменит свою покупку, ну, значительно ниже. Это конкретно наши данные за последний месяц. Более того, мы сделали специальный фильтр, вот справа. И если пользователь зажимает его, ему покажутся только объявления именно с тех, у которых есть предоплата. Это тоже дает дополнительные преимущества. Ну, очевидно, в этот момент вы сейчас подумали, а как же эквайринг? Ну, естественно, это дополнительная нагрузка на рентабельность. Да, эквайринг, конечно, есть. Он составляет 2%. Однако на сегодняшний день у нас действует бессрочная программа для рекламодателей. Если вы размещаете свои офферы с предоплатой, то мы вам даем 2% скидку на комиссию. Давайте на простом примере покажу, как это выглядит. Пользователь покупает ваш товар, и вы должны заплатить 2% за эквайринг и 2% за фи. Но мы вам даем скидку на эти 2% за комиссию, то есть на фи. Бац, 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 и нету этой комиссии. То есть вы платите только за эквайринг. Естественно, это дает дополнительный стимул нашим рекламодателям размещаться по предоплате. На самом деле у нас множество программ завязано на предоплату. Ниже я об этом вам тоже расскажу. Следующая фишка, которая доступна тем рекламодателям, которые размещаются по CPA, это забронировать на маркете. В чем ее особенность? Есть пользователи, которые хотят забрать товар сегодня. Это достаточно значимая часть. Для таких пользователей мы сделали специальный фильтр «забрать сегодня». И если он его зажмет, ему покажутся только те рекламодатели, которые могут ему такую услугу предоставить. Ему остается нажать на эту кнопку, и он попадет на карту, где сможет в удобной для него точке, которую выгружает магазин, выбрать товар. И просто подтвердить, что да, он заберет его сегодня. Все, на следующей странице ему просто нужно подтвердить свое желание, и он сегодня же приедет и заберет этот товар. Очевидно, что такой продукт тоже повышает продажи для рекламодателей. Давайте в двух словах я расскажу про особенности этой программы, так как она у нас сейчас идет в тестовом режиме. Во-первых, сейчас работает это только на Москву и Московскую область. Это абсолютно бесплатная программа для наших рекламодателей. Доплачивать ничего не нужно. Работает это только на десктопе, то есть на мобайле мы пока это не запустили. И это возможно, если вы передаете нам данные через API. Ну, очевидно, чтобы мы могли видеть остатки в режиме реального времени. Как раз то, про что я говорил, это еще одно преимущество, когда вы передаете данные через API. Поехали дальше. Следующий проект, который мы недавно анонсировали, это Почта России. Давайте я сначала, в принципе, расскажу, зачем мы, в принципе, запустили этот проект. Для этого нужно посмотреть на статистику, на исследование, которое мы провели в 2016 году совместно с JFK. По этому исследованию большая часть пользователей предпочитают вид доставки самовывоз. Более 38% сказали, что это является самым удобным способом. Почему? Здесь есть два конкретных преимущества. В первую очередь, это, конечно, цена. Но очевидно, что самовывоз либо бесплатен, либо стоит недорого относительно доставки. То же самое. И, как это ни странно, это удобство. Ну, вроде кажется, что удобнее, когда вам доставляют товар в офис или домой. На самом деле, большинству неудобно ждать в течение дня курьера, и они предпочитают после работы сами заехать за этим товаром. Благо, точек самовывоза, как правило, много в более крупных городах. Поэтому это действительно для них удобно. И мы решили помочь нашим рекламодателям и сделали совместную программу с Почтой России. Сейчас я вам в 5 шагах опишу, как это работает в принципе. Итак, шаг первый. Пользователь приобретает у вас товар на Яндекс.Маркете и оплачивает его через предоплату. Это важное условие. И сразу выбирает центр выдачи, где он его хочет забрать. На втором шаге оператор получает и обрабатывает этот заказ как обычный, ничем не отличающийся от сотен других. И сопроводитель документа он выгружает в личном кабинете. Мы уже все заранее сделали. Третий шаг. Магазин отвозит этот товар в центр выдачи приемов посылок. Это специальные центры, которые Почта России сделала именно для таких целей. То есть там люди не забирают различные письма, то есть там нет очередей. Это очень важный фактор на самом деле. Четвертый шаг. Пользователь видит в специальном приложении, что его товар на месте. И на пятом шаге просто его забирает. Вот так просто. Давайте посмотрим на особенности этой программы и на преимущества. Особенности. Так как это пока тестовый запуск, мы работаем только по Москве, но скоро мы запустим и на всю Россию. Следующее. Предоплата, как я уже сказал, обязательно. То есть пользователь должен оплатить этот товар на Яндекс.Маркете. Третье. Это то, что доставка стоит 160 рублей. И здесь я обращаю ваше внимание, что платит за это рекламодатель. То есть для пользователя это абсолютно бесплатная услуга должна быть. И последнее. Это то, что можно отправлять по ссылке максимум до 20 килограмм. Давайте посмотрим, в чем профит для магазинов. Зачем вообще магазинам это нужно? Вот все эти телодвижения. Что они получат? Ну, в первую очередь, это, конечно, вы получаете здесь и сейчас 80 точек, которые не на вашем балансе. И вы можете просто, естественно, просто только за счет этого повысить свои продажи. Второе. Вам не нужно заключать специальный договор с Почтой России. Мы за вас это уже сделали. Третье. Документы, как я и говорил, вы можете выгружать прямо в личном кабинете. Они уже будут готовиться автоматически, как только пользователь оформяет этот заказ. Как я уже сказал, нет очередей. Это важно. То есть ваши сотрудники не будут зависать в центрах выдачи. Там для них будут специальные отдельные окна, куда только сдают товары. И последнее, что рекламодатель может отслеживать в режиме реального времени посылки в личном кабинете. Теперь давайте посмотрим, что получит пользователь. А у пользователя тоже много преимуществ. И первое, это то, что эта доставка абсолютно бесплатна, и она в течение одного дня по Москве. Далее, это то, что более 80 точек в Москве. На самом деле их 87, и скоро будет еще больше. И удобство отслеживания, как я уже сказал, четвертый шаг. И последнее, это то, что, ну, самая фишка, что может быть с Почтой России. Очередей, в принципе, тоже нет, потому что для них будут специальные окна именно на получение заказов. Вот так нехитро вы можете, просто подключившись к этой программе, резко увеличить свои продажи. Всем известно, что на сайте одно из самых сильных средств увеличения продаж — это лента с этим товаром покупают, ну, или просто рекомендованные товары. Порой только с помощью вот этой ленты можно увеличить продажи, там, на пару десятков процентов. Естественно, мы не могли не сделать такую же штуку на Яндекс.Маркете и сделали это. Давайте посмотрим в двух слайдах, как это работает. Ну, самый простой сценарий. Пользователь кладет товар в корзину, и здесь ему система предлагает купить дополнительно до 9 товаров. Ну, здесь помещается на экране 4, но на самом деле до 9 товаров. Обращу ваше внимание на вот что. Вы можете сами выгружать эти рекомендованные товары, и это будет лучше. Либо, если вы этого не делаете, Яндекс.Маркет своим алгоритмом сам будет стараться релевантные товары сюда выгружать, чтобы тем самым тоже увеличить для вас вес корзины и длину чека. Но, повторюсь, лучше, когда вы сами это делаете, потому что вы лучше знаете, что продается дополнительно. Это последняя глава, и она будет интересна с той точки зрения, что я сейчас вам расскажу то, что еще у нас не запущено, но будет запущено в скором времени. Мы это анонсировали, а именно новый принцип ранжирования, который мы запустим в конце июня. Это очень важно, поэтому, естественно, хочется, чтобы вы об этом знали. Ну, а сначала я буквально в двух слайдах напомню, как сейчас обстоит дело. В Москве, как я уже говорил ранее, мы даем безусловный приоритет CPA-товара. То есть только они могут попадать вот сюда, вот сюда на топ-6 и вот сюда в цены. А теперь, если посмотреть схематично, это будет выглядеть вот так. CPC-предложения смогут перемешиваться с CPA-оферами. Что мы изменим? Изменим формулу ранжирования. Раньше они сортировались по фи, как я уже говорил ранее, то есть по ставке, которую вы устанавливаете. А теперь мы придумали сложную формулу, и сейчас я вам ее покажу. Вот она. На самом деле она не такая сложная, и здесь есть несколько моментов, которые просто нужно вот сейчас запомнить. Первое — это коэффициент качества. Помните, я вам рассказывал, что я в следующей главе расскажу? Вот сейчас я вам расскажу прямо на отдельном слайде, как он считается. Дальше — это ваша ставка. Это то, что вы сейчас уже делаете, ставка за клик. Далее — это фи, ну, процент, который вы готовы платить. Сетя, насколько популярен именно ваш товар. И альфа — это специальный коэффициент, который мы придумали, чтобы дать преимущество CPA. То есть, с одной стороны, мы как бы даем возможность CPC продвигаться, но с другой стороны, мы открыто говорим, что CPA мы даем преимущество небольшое в виде вот этого коэффициента. Итак, что такое коэффициент качества? Коэффициент качества состоит из двух составляющих. Первое — это исполняемость заказов, то есть то, насколько вы классно обрабатываете заказы. Ну, простой пример. Вы получили 100 заказов в Zendex Market и обработали 90 штук из них. Значит, у вас исполняемость 90%. 10% вы не обработали, ну, по той или иной причине, неважно. Соответственно, вот чем выше у вас этот показатель, тем лучше у вас коэффициент качества. Вторая составляющая — это просто наличие предоплаты. То есть если вы выгружаете нам товары с предоплатой, то даже если пользователь не купит этим способом, вы все равно получаете дополнительно 1 балл. Мы таким образом как бы стимулируем наших рекламодателей использовать все наши инструментарии. Я просто хотел показать, что в будущем рекламодатель сможет в режиме реального времени смотреть, какой у него коэффициент качества, из какого количества заказов он состоит и так далее. Если же он будет размещаться по CPC, ну, он увидит просто там иксы, чтобы, ну, просто быть в курсе. Кстати, наверняка вы сейчас подумали, ну, исполняемость можно посчитать у тех заказов, которые, ну, если я выгружаю их по CPC, а если это CPC? Для CPC-оферов у нас будет усредненный коэффициент качества, и он будет привязан к категории. Ну, например, у всех товаров в мобильных телефонах будет единый коэффициент 5, допустим. У всех в телевизорах 3, например, и так далее. То есть это будет усредненное. И те, кто размещается по CPC, его будут уметь, но не смогут на него непосредственно сами влиять. Что же изменится? Давайте я вам покажу это на примере. В будущем, возможно, спокойно вот такая картина, когда рекламодатель CPA, даже устанавливая ставку выше, 2,21, и размещая по комиссии 4%, все равно будет располагаться ниже, чем CPC, просто за счет того, что у него на 1 балл коэффициент качества хуже. То есть вот в этом и фишка, что мы теперь хотим, чтобы рекламодатели, в частности CPA, больше следили за своей исполняемостью. Не просто тупо управляли ставками, да, и кто больше поставил, тот выше. А сейчас будет так, что лучше управляя своими заказами, тот выше будет располагаться, при этом вкладывая немного денег. Сейчас я закончу, как раз на все вопросы отвечу. У меня буквально последний слайд на самом деле. Соответственно, мы изменили внешний вид управления ставками. Я вот сейчас вот в правом углу более крупно покажу. И вы можете управлять либо процентом, либо ставкой в УЕ. Вот с помощью такого стрелочек вы можете выбирать, чем вы хотите управлять. Либо вы можете управлять и тем и другим. Для этого вам нужно нажать на знак «Равно». Для чего это вообще нужно? Дело в том, что в будущем у пользователя будет выбор. Когда он попадет на карточку оффера, товар, у него будут две кнопки. В магазин и оформить заказ. То есть он сам выберет, как он хочет купить его. Соответственно, вам важно управлять обеими составляющими. И подытоживаю, какие преимущества в будущем получат, какие магазины получат преимущества. Ну, в первую очередь, это, конечно, те, которые хорошо исполняют свои заказы. Второе — это те, у кого есть просто предоплата. И третье — это те, кто выгружает CP в достаточном количестве в своих категориях. У меня все. Спасибо. Если есть вопросы... Спасибо. 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 Спасибо.